Машинное обучение Для этого мы вот с Никитой взяли какие-то там данные, попробовали их как-то покрутить, и лог наших действий просто записали, чего мы получили, чего мы делали. Почему сегодня у нас теорий мало, формул не будет, записывать ничего не надо. В общем, сегодня халявная лекция для вас. Один эксперимент. Задача у нас будет очень важная. Мы хотим отделить хороших студентов от плохих. Ну, в целом задачка, которую мы решаем каждый день, когда работаем с практикантами. А формально, формулируя, у нас есть некоторый экзамен. Мы знаем, этот экзамен на самом деле уже прошел. Но мы хотим про учеников этого года сказать, с какой вероятностью они, ну, точнее, не с какой вероятностью, а какой у них будет балл. Попытаться предсказать этот самый балл. Тема, я думаю, более-менее понятна, чего хочется. Задача, как вы понимаете, очень важная. Сначала мы хотим понять, кто такой студент. Ну, вот, это, наверное, человек, который где-то учится, но такое определение нам не годится. Не годится оно в первую очередь, потому что не из РН. А вот нам надо студента перевести как-то в РН, и про это мы поговорим. Далее. Из этого определения, наверное, можно понять, хороший он или нет, и нам надо будет понять, каким образом мы это будем делать. Дальше нам надо выработать чувство прекрасного. Ну, вот, какому чувству прекрасного должна наша оптимизация удовлетворять, чтобы мы считали, что задачка решена неплохо. Решить полученную задачу оптимизации, никуда мы не отойдем от этого. И оценить качество полученного решения, проанализировать результат. В принципе, это все цикл. То есть один раз, второй раз, третий раз мы будем его проделывать сегодня. Потому что с первого раза, как вы понимаете, никакую задачку практическую решить не удается. То есть обычно ты делаешь какое-то предположение, его проверяешь, оно оказывается не очень хорошим, ты его додумываешь, потом проверяешь еще раз и так далее. Итак, первое, что мы делаем, это векторизация. Наверное, слайды плохо видно, да? Ну, тяжело там с этим аппаратом общаться. Так вот, векторизация в данном случае это не компьютерная графика. В компьютерной графике там тоже с векторизацией все хорошо. В данном случае под векторизацией мы подразумеваем перевод представления о том или ином предмете в векторное выражение. Компоненты, полученные в результате векторизации, мы будем называть факторами. Еще они называются фичи, еще они называются направления, еще они называются свойства. Вот все, что услышите, оно будет работать. В Яндексе принято их называть факторами. Более того, в свое время там была идея, что круто, давайте наши статьи будут отличаться от тех остальных тем, что мы вместо фичи будем писать фактор. Факторы про студента, которые приходят на ум. Ну, пол с полом, наверное, просто. Средний школьный бал. Тоже, казалось бы, понятная штука. Ее можно узнать из, ну, когда подает человек документы, там есть школьные балы, мы про них знаем. Номер школы, город школы, доля пропущенных лекций, ну, всем они без греха. А оценка по мнению родителей, это очень важный параметр, как вы убедитесь. Сколько пива человек бьет в неделю, насколько у него много друзей в Одноклассниках, ВКонтакте и других социальных сетях. Расстояние, ряд, наличие планшета, периметр головы. Ну, вот все факторы, которые нам в голову пришли, про студента. Какой точность периметра головы? Объем мне предлагается считать, периметр посчитать довольно просто. Это несложная задача, точно. Для этого нужно просто пройтись в аудитории и каждому, ну, промерить. Это не очень сложная задача, и ее на самом деле можно выполнить. Вот в реальности все эти факторы были, то есть большинство факторов, большинство факторов из тех, про которые мы сегодня будем говорить, они были в реальности собраны с людей. Вот сейчас мы про это и расскажем. Итак, вот полученная таблица. Здесь много-много буквы и цифрок. Те, у кого очень-очень хорошее зрение, может быть, даже что-то видят. Через приложение нет. Нет. Итак, вот у нас было какое-то количество данных. Пол, мы сказали, наличие пола – это мужчина. Отсутствие пола – это женщина, в смысле 0,1. Средний школьный балл, ну вот, понятен. А города – оказалось, что люди приезжают из довольно большого количества городов. Тип школы – то есть мы не стали говорить про номер школы, потому что тогда получилось бы слишком большое разнообразие. Поэтому мы опросили там гимназий, лицей, там что-то такое, среднеобразовательная школа или что-то такое. Вот. Ну, все остальное более или менее, я думаю, понятно. Ну, видите, по друзьям, там есть человек, у которого аж 800 друзей ВКонтакте. Что, в общем-то, о чем-то говорить. К сожалению, уже на первом слайде, ну, точнее, при первой прикидке данных, мы видим некоторые сложности. В частности, мы видим такую сложность, то, что iPad есть у всех. Поэтому, несмотря на то, что нам-то казалось, что этот фактор хороший, после того, как мы его собрали со людей, он оказался нехорошим. Он оказался абсолютно ничем не отделяющимся. Теперь смотрите, какая у нас проблема. У нас проблема в том, что мы собрали какие-то данные. Сбор данных – это обычно очень тяжелая работа. Она там стоит денег, там она вообще проводится немгновенно и так далее. И очень важно определить, какие факторы, самый максимальный набор, вам могут пригодиться. Потому что второй раз по тем же людям в тот же день вы уже не пройдете. Вам придется либо собирать датасет заново по другим людям, либо каким-то образом решать очень сложную организационную задачу, потому что бы найти всех тех людей и так далее. Теперь, на что тут еще стоит обратить внимание? Нет, давайте чуть дальше. Решающая функция. У нас сегодня с вами тестовое, так сказать, задание. Ну, совсем простое. Поэтому мы не будем отходить от элементарных моделей и будем решающую функцию искать в классе линейных функций. То есть мы хотим линейную комбинацию того, что мы там сейчас наковыряли, так, чтобы она решала нашу задачу. У линейной функции масса преимуществ. Она простая, она универсальная, она легко интерпретируемая. То есть мы можем понять, какие факторы. Надо вам расти размер головы или не надо. Теперь не все факторы у нас принадлежат REN. Так вышло. И нам необходимо эти факторы каким-то образом адаптировать к нашим условиям и к тому, что решать мы будем с помощью линейной функции. По сути, эта задача повязана очень сильно на этот слайд. Почему? Потому что из того, что мы будем использовать линейную функцию, например, следует то, что все факторы у нас должны быть по максимуму вещественными. Бинарные факторы линейная функция использует довольно слабо, довольно плохо. Тем не менее, мы на это сегодня забьем, только сегодня. И будем делать простые вещи. Ну, во-первых, город плохой фактор. Мы могли бы, конечно, взять координаты города и эти координаты записать в качестве фактора. Что, в принципе, является нормальной техникой. Однако мы так не делаем, а мы поделили всех на местных и неместных. У нас большая часть данных, если посмотреть на вот эту таблицу и иметь хорошее зрение, состоит из трехбуквенных изображений в графе город. Соответственно, здесь у нас примерно 50 на 50, ну, чуть-чуть больше неместных. Распределение этого фактора. Очень хорошо. Скажем, что 0 – это местные, 1 – неместные. Далее, тип школы. Введем два фактора. Этот, там, данных у нас много, надо их как-то поинтерпретировать. Два, опять-таки, введем бинарных фактора. Это школа равно гимназии лицей, и школа равно 2.3.9. Оценка по мнению родителей. Там вот та проблема, о которой говорилось. Там не удалось некоторых собрать данные. Они говорили, что, ну, не знаю. Или не хочу говорить. Или еще что-нибудь такого. Или родители далеко не спросить. Значит, нам необходимо решить задачу о том, чем же забивать пустые места. Вот эти прочерки, они у нас должны перейти в РН. Ну, вот из этого мы взяли, сделали очень простой финтушами. У нас есть две вещи. У нас есть оценка по мнению родителей, которую они спросили, в то время, когда человек уже учился в институте или в университете. Есть реальный средний балл в школе. Мы можем эти две величины сравнить и таким образом получить три фактора. Фактор минус один. Это значит, что мнение родителей существенно расходится с тем, как на самом деле все происходит. Ну, то есть, что все ухудшилось или наоборот улучшилось, они думают, что хуже стало. Ноль. Это значит, нам не удалось эти данные получить. Или совпадают эти оценки. Или единичка, если эти самые результаты улучшились наоборот. Понятный способ. Все величины у нас, ура, попали в РН. Планшеты есть у всех, мы их выкинули. Мы вместо планшетов ввели просто коэффициент. И всего у нас получилось 12 факторов. Пол, школа 2, 3, 9, гимназия лицея, оценка по мнению родителей, друзей, ряд и так далее. А если вы наоборот у вас периметры, то чем вы их задели? Средние значения? Например, это один из вариантов. Так можно делать. Можно брать среднестатистические значения, можно ввести специальный фактор, например, сделать два. В одном факторе написать те значения, которые были известны, а там, где неизвестны, поставят средние. А второй фактор – те места, где эти данные были известны. Так тоже делают. Итак, наша решающая функция. Что-то я уже про нее говорил. Теперь чувство прекрасное. А чувство прекрасное у нас будет совпадать со стандартом СКВ, со среднеквадратическим отклонением. В чем хорошо? То, что если у нас проводится приближение в вещественной области, практически всегда используется либо min square error, либо его какие-то преобразования. Типа там среднегеометрическое или еще что-то такое. И что здесь еще хорошо? То, что здесь очень классное интерпретируемое значение минимума. Все дело в том, что мы можем сказать, что в минимуме, вот если вот это добро посчитать, то минимум – это вообще-то там отклонение. Это среднее отклонение нашего прогноза от реального результата. Таким образом, МСЕ – очень хорошее чувство прекрасного и очень годная целевая функция. Решение. Там у нас была фаза оптимизации, да? Оптимизация мы делаем очень просто. Взяли там все, расписали. Сказали, B0 – то, что это средний, Y и T. Можно делать не так. Можно делать другими способами. В частности, можно добавлять в X еще набор единичек, ну или там вот, как у нас с планшетом получилось, и подбирать дополнительный коэффициент там. Но чтобы так не делать, мы взяли просто среднее значение. Данных у нас и так мало, они и так шумны. Ну и, наконец, если вспомнить курс алгебры, то можно припомнить, что оптимальное значение весов V0 определяется вот формулой, которая написана чуть выше. Y – 1B, нет, это не опечатка, конечно. Да, это мы взяли вектор единичек, умножили на B, которое получили. B – это у нас среднее скалярное значение, иначе нам пришлось бы из Y вычитать скалярное значение, что не очень круто, с размерностями проблемы. У нас были данные. На этих данных у нас определена X, у нас есть все Y. Мы можем взять и просто подставить известные данные вон туда, в эти формулы. В итоге мы получим такие нехитрые значения. Во-первых, мы получим то, что у нас есть вектор весов, которые нам рассказывают про то, как мешать вот эти вот факторы. С другой стороны, у нас есть V0, то есть линейный коэффициент. Коэффициент, который мы должны добавить каждому результату. Есть значение целевой функции, и есть интерпретируемая версия значения целевой функции. Мы помним, да, то, что среднеквадратическое отклонение, оно прям, ну вот, не сумма. Оно прям вот корень от суммы, поделенной на что-то. Но так как все эти операции, и корень, и деление, они монотонны, с точки зрения оптимизации, мы могли провести сокращение, так сказать, этих действий. Но чтобы получить интерпретируемое значение, эту штуку посчитать надо, и она сейчас равна 1.72. Что это такое? Это отклонение результата прогноза от реального результата. Очень круто. 1.72 по такому небольшому набору данных, ну, это, в общем, очень неплохой результат. Да-да-да, напомню, что если вы посмотрите на табличку, то баллы у нас по 20-балльной системе. Это не 5, ну, не 3 плюс-минус 1.72, а это от 1 до 19, до 20. Что же можно сказать про результат? Обещали, что он хорошо интерпретируется. Самый значимый фактор у нас получился 2.39. Школа равна 2.39, и вес у этого фактора минус 5,83. Ну, это значит, что те, которые из 2.39, имеют в среднем на 5 баллов ниже, чем те, которые не из 2.39. Ну, так как я из 3-цетки, мне как бы не страшно. Ну, вот такая выборка. Мы же знаем, что выборка должна быть довольно большая и репрезентативная. Никак мы не обеспечили репрезентативность выборки. Но ничего с этим не поделаешь, придется как-то с этим иметь дело. Второй вес, второй фактор, который имеет высокий вес по модулю, это доля пропущенных лекций. И ужас, она тоже влияет отрицательно. Чем больше лекций пропустил, тем все хуже. И кажется, это правильно. Ну, так, из общих соображений, этот результат выглядит разумно. Ну и, наконец, оценка по мнению родителей. Да, в честности, это правильно, это хорошо. Тот, кому нечего скрывать, молодец и на экзаменах. Но есть одна проблема. Все это фигня. Дело все в том, что мы с вами забыли сразу несколько вещей. Если мы вспомним вот эту замечательную таблицу, то, например, друзей у нас может быть 800. Это значит, что коэффициент, который стоит при этих 800, он, наверное, будет поменьше, даже если фактор значимый. Например, если я возьму и умножу фактор... Кто у нас там был? Ну, типа школы, ладно, не будем тридцаточников обижать. Средний балл по мнению родителей, мы умножим его на 1000, с неизбежностью коэффициент у нас уменьшится в 1000 раз. Значит, наверное, что-то не то. Надо сделать так, чтобы все факторы играли на одном поле. А для этого нам нужно сделать с вами второе преобразование над данными. Это нормализация факторов. Стандартной техникой в этом вопросе является простая нормализация до нулевого мат ожидания и единичной дисперсии. Есть два слайда. на которые вам надо подумать, а что же здесь в этой технике-то плохого в нашем случае. Но после этого мы получили уже другие циферки. Эти циферки мы надеемся, что хоть как-то сравнимы, потому что как минимум у нас все факторы играют на одном поле и каким-то образом нормализованы. мы в частности получили какие-то веса и значение, посмотрите, таргет-функция. Вот здесь она была 8306, вот здесь она 8272. Видите, за счет нормализации мы чуть-чуть еще улучшили наш результат. В принципе, нормализация является очень важным шагом. Она обычно дает там не во втором знаке, а в сильно большем знаке. Результаты. Так что мы на правильном пути. На этот раз у нас, тем не менее, с 2-3-9 все плохо. К сожалению, оказалось, что действительно наша выборка не очень клевая. И там есть сколько-то там? Два человека, да? Два человека, которые первый семестр. Ну, и, кстати, это вполне возможно. Я думаю, народ замечал, что, например, на первом-втором курсе ученики всяких разных спецшкол расслабляются, забивают на лекции и получают не очень хорошие оценки. Ну, вот, наверное, это тот самый случай. Кроме этого, на первое место вышла оценка по мнению родителей. Честность у нас стала очень важна. И, наконец-то, средний школьный балл. То есть тот багаж, с которым человек пришел в университет, он важен. Смотрите, какая штука она. Ведь теперь мы можем сказать, кто эти студенты. Это же первокурсники. И вот это кусочек такой дейта майнинга. То есть мы применили стандартные вещи, применили стандартный анализ, посмотрели на результаты и угадали что-то про то, откуда брались данные и откуда была выборка. Узнали что-то новое, чего не знали в момент, когда начали работать данные. Ну, доля пропущенных лекций, вы видите, опустилась вниз. Ну и эта фигня. Ваши версии. Я обещал два слайда подумать. Вот так. Ну, мы же хотим простого. Мы хотим, чтобы у нас дисперсия была единичная. И ожидание нулевое. Ну, там даже формула есть. Как? Понятно как. Но направление верное. Действительно, с бинарными факторами у нас происходит какая-то фигня. У нас бинарные факторы раньше имели нулевое значение в понятных случаях, единичное значение в понятных случаях. И вот такого с ними не было. Что же делать? Что же делать? Какие есть варианты? Я знаю, что я бы делал. Так как у нас сегодня мастер-класс, ваше мнение тоже важно. Оставить бинарные факторы в покое? Ну, а толк-то? Ну, да, мы их оставим в покое. Они будут нести более-менее чистую информацию. Но коэффициенты при них будут абсолютно неинтерпретируемы. И так как мы поднимаем, ну, это же линейная комбинация, это значит, что мы просто эту категорию чуть-чуть приподнимаем или чуть-чуть опускаем. Какие-нибудь есть еще варианты? Может, линейная комбинация состоит? Линейная? Да, можно взять нелинейную функцию, действительно. Очень хорошо для бинарных факторов подходят всякие разные деревья решений. И это хорошее решение, да. Еще что-нибудь? Делить на что? На теоретический максимум делить сложно, потому что, еще раз, мы подбираем коэффициент какой-то линейный и добавляем его либо к нолику, либо к единичке. Сам смысл вот этого подбора, он, ну, физически непонятный. Ну, не доперли, ладно. Идея такая, что на этот фактор можно кого-нибудь другого умножить. Например, у нас есть фактор 2, 3, 9, да. Мы можем взять на этот фактор, там, помножить, что это именно в 2, 3, 9 высокая оценка. Там, наверное, средний балл низкий, да. Если низкий средний балл, но в 2, 3, 9, это же круто. И ура, мы этот фактор начинаем куда-то вносить внутрь других факторов, которые вещественные. Таким образом, мы переходим от ситуации, когда мы чистые факторы рассматриваем как компоненты линейного решения. Переходим к маномам, где маном у нас произведением может быть нескольких факторов. Это вполне рабочая техника, и ее, ну, можно применять в реальных случаях, в реальной жизни. Домашнее задание у вас будет там, помучить этот датасет еще, да. Вот это один из вариантов, как это можно сделать. Хороший ли результат? Ну, во-первых, он должен отличаться от капитана очевидности. Кажется, он отличается от капитана очевидности. У нас, вот мы узнали, что 2-3-9 учится что-то не очень в первом семестре. Мы узнали, что доверие, которое родители, насколько родители доверяют тому, что говорят их, так сказать, точнее, не то, что доверяют, насколько оно соответствует действительности, важнее, чем средний балл в школе, например, и так далее. Вроде не капитан очевидности. Во-вторых, мы поняли, сколько можно выжить из этих данных. Больше из этих данных уже не выжить, потому что те результаты, про которые мы говорили, они же все были про это множество. Мы на полном множестве взяли и подобрали коэффициентики. Поняли, каким компонентам можно доверять, каким нельзя доверять. Ну, то есть, воспроизводится ли результат? Вот это хороший вопрос. Воспроизводится результат он или нет? Мы же не знаем, мы пока ничего для этого не сделали, мы просто формулу применили. Ну и, наконец, насколько можно доверять предсказанию. Это тоже открытый вопрос. Так, что-то... Да. В нашем случае невязка — это целевая функция. Ее просто посчитать рассказывает о работе на тренировочном множестве. Но ничего не говорит о качестве предсказания вообще-то. Попробуем же поменять эту ситуацию и возьмем невязку не на этом множестве, а на другом. Как сделать из одного множества в два, я думаю, что мы умеем. Все. В нашем случае я делал по-простому. Я бросал монетку для каждой точки. Ну, мы с Никитой так делали. Мы бросали монетку на каждой точке. Если монетка поворачивалась орлом, то в лерн. А если решкой, то в тест. И таким образом мы получили сразу два множества. Первое множество у нас, собственно, то, на котором мы обучаемся. И сама минимизация невязки происходит на лерне. И вторая — там, где смотрим эту самую невязку. Простой эксперимент. Что же мы можем от этого получить? Во-первых, мы поймем, насколько наша модель качественно предсказывает. На другом множестве. Будем не только про это знать, но и про другое. Но есть проблема. Мы будем использовать меньше данных в обучении. То есть мы будем использовать 10 точек на 12 параметров. Ну, наверное, тут есть какие-то сложности. Если исходное множество непоказательно, то деление нас не спасет. Ну, действительно, если у нас такая вот выборка кривая, в которой отсутствуют белые вороны, мы ничего не скажем про белых ворон, честно. Ну и, наконец, мы можем посмотреть на соотношение TL и TT. И понять, насколько мы оверфитнулись. Оверфит — это когда мы слишком сильно подстроились на множество, на котором обучаемся. Ну и, наконец, второе свойство. Дело все в том, что нам, вообще-то, интереснее всего решающая функция. И, по сути, все вот эти вот песни про то, как таргет меняется, про то, что там происходит, нам они интересны постольку поскольку. Интереснее всего нам, насколько меняется целевая функция от данных. Если она меняется очень сильно, ну, значит, при переходе на другие данные мы получим сильно другие результаты. Это, наверное, не круто. Если она меняется слабо, очень хорошо. Значит, мы этой функции можем доверять. А главное то, что мы можем посмотреть, ну, так как у нас функция линейная, у нас все сегодня вообще замечательно, мы можем посмотреть, насколько компоненты, соответствующие каждому фактору, сильно или не сильно меняются. Если все вот вообще нестабильно, ну, беда, надо что-то делать. Немножко результатов. Ну, те люди, которые обладают хорошим зрением, могут заметить, что, во-первых, единственный фактор, который более или менее стабилен, это В0. То есть средняя оценка. Все остальные факторы колбасит, ну, в общем, сильно колбасит. В частности, вот, у нас фактор пол в В0 сильно положительный, а в В1 сильно отрицательный. То есть у нас девочки то хуже, то лучше мальчиков сдают экзамен. А там фактор какой-нибудь размер головы, да, также меняет даже свой знак. То есть все непонятно. И мы относимся в данном случае ко второму буллету. И нам надо что-то придумать и что-то сделать для того, чтобы стабилизировать наши данные. Еще одна вещь, на которую хотелось бы обратить внимание, то, что посмотрите на таргет по обучению. Видите, у нас даже 0 бывает. То есть мы нашли такие линейные коэффициенты, которые показали нулевую невязку на LERN. Но при этом обратите внимание, что самая большая разница получилась на тесте. И это вообще характерная ситуация. Чем меньше у нас значение целевой функции на LERN, тем больше оно зачастую на тесте, если мы перешли в зону оверфита. В принципе, есть такая rule of thumb такой, то, что дальше у нас будут с вами зачастую итеративные методы, что интересно смотреть на то, как ведет себя разные методы, как ведут себя на одном и том же значении таргета на LERN. То есть, грубо говоря, при LERN в 8. Как у нас один метод, второй, третий метод ведут на тесте. И это может быть неплохим основанием, если методы из одного класса, для того, чтобы понимать, как они ведут себя в целом. вот так вот мы можем сделать много раз. Правильно? Ну вот мы сделали тысячу раз так. Мы имеем такую возможность, у нас маленький датасет, компьютеры большие. Поэтому мы можем посчитать то, насколько шумит каждый из коэффициентов. Вот я говорил, что можно видеть. Теперь не можно видеть, а мы посчитали, насколько каждый из коэффициентов шумит. И выясняется, что ну да, как-то они примерно одинаково все шумят, кроме B0. B0 единственный нешумный коэффициент. Ну, потому что мы его считаем по средней оценке, а средние оценки у нас более-менее нормальны. Средняя же ошибка у нас 13 баллов. Ну, то есть предсказывая 10, вы покрываете весь спектр. Предсказывая, ну да, там бывают еще предсказания отрицательные, например. То есть некоторым людям мы предсказываем отрицательный балл. То есть они вообще не дойдут до экзамена. средняя ошибка. Средняя ошибка, ну да, это ожидание плюс-минус, плюс-минус, да, плюс-минус сигма. Теперь, ну там вот, собственно, проблема с этими отрицательными парнями. в том-то и дело, что мы не ограничиваем себя, так сказать, в том, что бывает и получаем очень классные результаты. Еще раз? Мы возьмем результат как видение функции максимум измерения минус 20. Возможно. То есть очень хорошо, может быть, ну, целевой функции такую, наверное, брать не надо, решающую функцию, да? Вот. С решающей функцией, однако, будет одна проблема. Дело все в том, что вот этот за... Сейчас, сейчас мы ее найдем. Вот эта замечательная формула перестанет работать. И оптимизацию нам придется проводить, действительно проводить. Здесь я вот обошелся халявной формулой и пропуском описания того, что делать-то надо. А там бы мне пришлось думать. Но идея хорошая. Что же делать-то? С качеством предсказания плюс-минус бесконечность жить как-то тяжело. Хочется что-то с этим поделать. И тут возникают два вопроса. Может быть, у нас много данных или мало факторов? А для этого мы можем посмотреть, а все ли факторы одинаково хороши? Может, можно какие-то факторы скомбинировать? Может быть, каким-то факторам верить вообще нельзя? может быть, стоит кого-то выкинуть, кого-то оставить и так далее. Наконец, может быть, в данных что-то нечисто. В частности, мы можем понять, все ли мы можем объяснить, все ли данные мы можем объяснить с точки зрения выпадения. Если мы видим какие-то точки, которые явно не похожи на все остальные, может быть, если их выкинуть, все станет хорошо. Может быть, мы данные набирали неправильно. Может, мы в ответ посматриваем. Такое тоже бывает. То есть, когда... Ну, это, видимо, я в примерах уже буду дальше. Мы сегодня по расписанию как-то идем быстро вроде. И, наконец, все ли важные параметры представлены в данных. Если не все, то, наверное, нам нужно подумать о том, чтобы либо пересоздать датасет, либо вывести какие-то новые факторы или добавить их сюда. Еще раз, не все факторы одинаково полезны. Попробуем обойтись без какого-нибудь фактора. Может быть, проще использовать, если преобразовать. Если есть похожие факторы, это можно учесть. Мы их можем либо скомбинировать, либо там еще что-нибудь с ними сделать хорошее. И стоит ли рассмотреть комбинации нескольких факторов. Как оценить полезность фактора? Вот это очень важный вопрос в любом исследовании. То есть мы с вами столкнулись с тем, что наше первое решение не очень классное. Но если у нас есть хороший способ понять, какие факторы хорошие, а какие факторы плохие, ну давайте им воспользуемся. В данном случае, так как данных мало, моделька у нас линейная, мы можем делать, что хотим. В частности, мы можем воспользоваться методом грубой силы и просто посмотреть, а что будет происходить с факторами в случае, если мы эти факторы выбросим. Выбросили фактор, дальше провели обучение большое количество раз на разных выборках и подвыборках того, что есть. и посмотрели, а как поменялся средний балл. Ну, средний балл это вот этот минер орт. Заметим вот эту чиселку 1326. Дальше эту чиселку мы вычитали из каждого из результатов. Ошибка, если выбросить пул. Видите, уменьшилось. наверное, не самый классный фактор, если от его отсутствия у нас наблюдается присутствие очков. А вот средний школьный балл, видите, какой сильный фактор. А еще самый сильный фактор, это у нас периметр головы. А вот все остальные факторы, они так себе. да, конечно. Да, все так. Единственное, есть проблема в регрессиях. Дело все в том, что в регрессионном анализе там есть несколько предположений. В частности, одно из предположений регрессионного анализа в том, что фичи, ну, факторы, распределены нормально. Что с бинарными факторами не происходит, к сожалению. Там есть варианты, когда они распределены ненормально в регрессионном анализе, но это отдельные варианты, про них книжки пишут. То есть, да, техника такая есть, она здесь актуальна, но, к сожалению, она не очень хорошо применима в нашем случае конкретно. Это во-первых. Во-вторых, ну, я бы, честно говоря, не сильно доверял оценки первых даже двух моментов по такой замечательной выборке. Соответственно, дисперсия у нас получится довольно шумная. А не зная параметры распределения и дисперсионный анализ у нас будет, ой, регрессионный анализ будет работать не очень. Хотя, да, все так. Все так. Брутфорс в нашем случае, ну, это такое Монте-Карло, которое позволяет обойти все эти сложности с предположениями о распределениях. Вообще, мы в прошлый раз затрагивали немножечко же эту тему. Помните, у нас там были дедуктивные и индуктивные методы. Вот, по сути, регрессионный анализ это метод дедуктивный, то есть он предполагает, что наличит какая-то структура в данных и на эту структуру мы можем опереться. А из-за этой опоры мы делаем какие-то выводы о результатах. Здесь же мы предлагаем скорее индуктивный метод. То есть мы взяли какие-то данные, дальше применили более-менее стандартные техники без всяких предположений и получили какие-то выводы. В частности, ну, вот выводы вот такие. Ну, здесь надо отметить, что надо отметить нехороший факт про то, что, конечно, периметр головы у нас не совсем рандом. У нас Никита столько раз кидал рандом, чтобы получить корреляцию с баллами. Поэтому было как раз интересно увидеть, что этот фактор мы сумеем вытащить. и мы его таки вытащили. Но также были вытащены еще два фактора, которые имеют больше нуля вес. Это оценка по мнению родителей все еще и средний школьный балл. Ну, а теперь, когда мы узнали, какие факторы плохие, оставим только хорошие. И оставив только хорошие, посмотрите, какая у нас ошибка. Средняя ошибка у нас два балла всего. то есть это 272. Это, конечно, много. Это, конечно, не позволяет применять наш метод для точной оценки того, насколько вы будете успешны, но сможет отделить полных двоечников от полных отличников. Таким образом, несмотря на то, что нам всего лишь понадобилось порядка 26 точек, нам пришлось 28 студентов опросить для того, чтобы отделить двоечников от отличников. Согласитесь, это очень неплохо. Это совсем даже неплохо, при том, что мы не применяли никакую технику. Мы, в общем-то, сделали очень простые вещи, очень простые операции провели. Только три фактора используются. теперь смотрите, что у нас получилось с весами. А с весами у нас получилась интересная вещь. То, что есть у нас вот это изменение оценки, а есть то, насколько фактор вошел в финальную формулу. Это оказались разные вещи. А есть еще третья величина, помните, да, то, насколько фактор шумит. то есть насколько он может сильно или слабо меняться в параметрах модели. Я думаю, все понимают, что, наверное, как-то это все друг с дружкой связано. Но, однако, прямых каких-то связей я вот не могу сказать. То есть видно, что шумные факторы меньше значат обычно. Ну, меньше вес имеют в решающей функции с одной стороны. с другой стороны, они могут быть довольно информативны. Теперь оценка полезности студентов. Ну, давайте проведем всю ту же самую операцию, только теперь со студентами. Попробуем выкинуть каких-то конкретных студентов и посмотреть, что получится. Ну, оказалось, что почти все студенты бесполезны, но все одинаково бесполезны. И нету таких, которые бы являлись какими-то outlier. Ну, вот, может быть, студент номер 13 достоин того, чтобы быть выкинутым из выборки. Может быть, студент номер 11, вот там, где у нас максимальное значение наблюдается. Это не те, которые 2, 3, 9? Нет? Нет? Это какие-то другие? Отлично. Ну, вот, так как нету outlier'ов у нас, это нестандартный, очень тупой метод оценки outlier'ов. Мы могли бы там какую-нибудь пластеризацию провести, еще чего-то, но мы сегодня с вами поступаем очень тупо. Он не позволяет выкинуть из данных наших замечательных студентов. Итак, итоговая модель. Оценка за экзамен, это у нас 1,24 на средний школьный балл, плюс мнение родителей. минус периметр головы. Ну, вы понимаете, вот это ад физика. Физики очень любят, чтобы размерности сходились. Ну, чтобы, ну, хотя бы мы там метры измеряли, ну, ладно, в километрах, но главное, чтобы не в годах. ну, в годах уже привыкли все к этому, давайте, чтобы, ну, там, в килограммах не измерять год, ой, метры. А здесь вот такая мешанина. Но, в принципе, что это говорит, средний школьный балл, конечно, растить круто, но насколько все будет, насколько, если этот самый средний школьный балл вы будете растить в неестественных условиях, а специально, поменяется прогноз, вам никто не скажет. То есть, если народ начнет ориентироваться на эту функцию и целенаправленно растить периметр головы, то, возможно, нам придется заменить вот это штуковое, потому что мы выбирали из тех людей, которые ничего не знали про то, что мы их так будем оценивать. Понятно? Понятно. Теперь это вот в принципе последний слайд, однако я собираюсь немножечко попрыгать туда-сюда за разными фишками. Например, смотрите, сколько мы здесь использовали данных. Так, что-то кажется все зависли. Ну, как вы думаете, сколько данных мы использовали для выведения этих коэффициентов? Меньше намерили. Не, не понял. Из 12 параметров мы действительно использовали 3, однако вопрос в точках. Сколько точек мы использовали для построения этих коэффициентов? половину. Ну, примерно 14. Наверное, если данных будет в 2 раза больше, результат улучшится. Вот для всех измерений, для всех выводов, которые мы делали, для построения всей вот этой замечательной модели, нам нужна была кросс-валидация для того, чтобы сделать те выводы, которые мы сделали. О том, что, во-первых, чем больше модель, тем она не обязательно лучше. Во-вторых, что какие-то факторы шумят там больше, чем другие и так далее. Вот все предыдущие слайды, они делали за счет кросс-валидации. не все, конечно, но там часть предыдущих слайдов она делалась за счет кросс-валидации. За счет того, что мы поделили множество пополам. Но мы же с вами делаем сейчас функцию, которую будем применять. Решающую функцию, которую пойдем применять к другим людям. Ну, почему бы ее не построить на всех данных? В общем-то, правильная идея построить после того, как мы сделали все выводы, решающую функцию на всех данных и использовать уже именно ее. в общем-то, что мы сделали в общем-то,